Дервейс на пути к успеху В кратчайшие сроки были проведены проектно-конструкторские работы и зимой 2003 года был собран первый ходовой макет автомобиля Ковбой Выпуская автомобили Ковбой, руководство завода постоянно искало пути дальнейшего расширения производства В 2005 году были выбраны первые китайские партнеры по поставке машинокомплектов и начался этап СКД-сборки внедорожников и пикапов из комплектующих китайского производства Через два года компания Дервейс делает следующий шаг в своем развитии Начинает выпуск легковых автомобилей Лифан Производство автомобилей Лифан оказалось настолько удачным, что компания Дервейс делает очередной шаг вперед Переход на СКД-сборку Чтобы организовать полноценную промышленную сборку автомобилей Лифан, из СКД-комплектов на заводе в 2008 году был построен и начал работу новый сборочный цех А в течение 2009 года, менее чем за один год, были построены и запущены современный цех по окраске кузовов и сварочно-кузовной цех Лифан Сварочный цех Цех занимает общую площадь более 3500 квадратных метров и состоит из трех производственных участков Участка подсборки, главной сварочной линии и участка навески и рихтовки Производительность цеха до 50 тысяч кузовов в год при двусменной работе Для этого имеется все необходимое оборудование, рассчитанное на выпуск четырех типов кузова ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В этом цехе окрашиваются все модели кузовов, производимые на заводе. Расчетная производительность цеха до 15 кузовов в час или около 100 тысяч кузовов в год при трехсменной работе. На первом этаже цеха расположена линия подготовки кузовов к окраске, линия нанесения катафорезного грунта. Основным оборудованием этой линии является 14 последовательных ванн для очистки и обработки поверхности кузовов. Каждая ванна имеет размеры, позволяющие обрабатывать кузова не только легковых автомобилей класса Е включительно, но и вседорожников среднего класса. Вся технологическая цепочка этой линии максимально механизирована и автоматизирована. Линия окраски производства южнокорейской компании CN2 расположена на втором этаже цеха. Эта полностью автоматизированная линия начинается с двухсточного подъемника, подающего кузова с первого этажа цеха на второй этаж. Комплекс окрасочных камер состоит из четырех камер и представляет из себя единую конструкцию длиной около 80 метров. Окраска всех наружных поверхностей кузова роботизирована. Для этого имеются восемь окрасочных роботов японского производства. Цех имеет возможность окрашивать восьмью цветами краски. Переход с одного цвета на другой занимает всего около 10 секунд. Подача всех лакокрасочных материалов на линию окраски осуществляется по трубопроводам с помощью специального оборудования. В конце комплекса окрасочных камер находится сушильная печь, в которой при температуре около 160 градусов в течение 45 минут происходит сушка лакокрасочного покрытия. Кузова по линии окраски перемещаются системой напольных и подвесных конвейеров, суммарная длина которых более 1 километра. Играет музыка. На третьем техническом этаже цеха расположены камеры подготовки воздуха и насосы системы вентиляции. Для обеспечения красочного цеха чистым воздухом установлено компрессорное оборудование ЭКОМАК, Турция, США. Сборочный цех. Цех состоит из двух сборочных линий, расположен в главном производственном корпусе и имеет площадь 10 400 квадратных метров. Расчетная производительность сборочного цеха до 80 000 автомобилей в год. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Кроме системы конвейеров в сборочном цехе имеется ряд специализированного оборудования. Вакуумное заправочное оборудование производства компания Громков Дюргермания и Лабер Китай. Пневматические насосы для заполнения маслом двигателей и коробок передач ГРАКО, США. Линия диагностики производства Фроудхофман Дюргермания. На сборке используется ручной и механизированный инструмент Гидора Германия. Линия диагностики производства Фроудхофман Дюргермания. Расширяя модельный ряд продукции к началу 2010 года, на заводе появилось еще несколько производств. Производство автомобилей Geely MK было подготовлено и налажено совместно с китайской компанией Geely. Это производство включает в себя сварочно-кузовной и сборочный цеха производительностью до 20 000 автомобилей в год. Производство кузовов для китайских автомобилей Great Wall Hover ведется по заявке российской компании IMS, входящей в группу компаний IRETO. Данное производство включает в себя сварочно-кузовной цех и участок упаковки кузовов. Производительность производства составляет 20 000 кузовов в год. Компания Derweiss продолжает наращивать свои мощности и к осени 2010 года началось производство еще одной новой модели автомобиля Hi-Ma 3 с кузовом седан и хэтчбэк. Все готовые автомобили поступают на склад готовой продукции. Доставку автомобилей дилерам осуществляет собственная транспортная компания Юг Транс. Ее автопарк составляет 160 специализированных автовозов Scania и MAN. В настоящее время Derweiss выпускает следующие модели легковых автомобилей класса C и C+. Li-Fan 520 с кузовом седан в 4 комплектациях, Li-Fan 521 с кузовом хэтчбэк в 2 комплектациях, Li-Fan 620 с кузовом седан в 1 комплектации, Hi-Ma 3 с кузовом седан и хэтчбэк, G-Li MK. Теперь вы можете насладиться красотой, комфортом и мощью автомобилей, выпускаемых автомобильной компанией Derweiss. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Derweiss. Ваш путь к успеху. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА